здравствуйте уважаемые зрители хотелось бы сказать что у нас россия в 2021 году потеряла один миллион двести тысяч человек это по официальной статистике то есть смертность превысила рождаемости на такую на такое число что по сути своей в нашей стране исчез один город-миллионник причин этому много в частности мало людей рожает и причиной тому что мало родов у нас сегодня является в том числе и большое количество абортов которые совершаются в нашей стране и даже обо всех этих абортах не все сегодня знают поэтому сегодня мы решили поговорить с врачом доктором которая всю жизнь по сути своей сталкивалась с этой проблемой с гавриловой елена сергеевна здрасте елена сергеевна здравствуйте кандидат медицинских наук врач акушер-гинеколог высшей категории 20 лет преподавания работы в мединституте еще 20 лет практике в поликлинике где вы возглавляли акушерско-гинекологическую службу сейчас еще пять лет вы работаете уже в частной клинике но я так понимаю сейчас вы уже исключительно занимаетесь тем что помогаете женщинам родить а до этого до этого занимались в том числе и абортами да это было не так долго и не так много в начале совершенно в начале моей деятельности и об этом я расскажу вот елена сергеевна вы столько лет проработали в мединституте вот хотелось бы для начала поговорить о том как у нас готовят медицинских работников скажите откуда они берутся вот как у нас в вузах в медицинских учебных заведениях учат хоть почему оттуда выходят люди которые делают аборты которые любят это делать да да я отвечу на этот вопрос ну как я уже сказала врач у нас как и многие другие профессии это человек системы и вузе на этапе учебы обычно на старших курсах есть вот прямо цикл называется они прерывание беременности аборты то есть врач не может получить диплом если он не обучится убивать других людей детей нерожденных детей то есть это прямо в учебной программе это учебной программе да то есть мы должны уметь большие операции делать малые операции и это вот как один из разновидностей амбулаторной так сказать амбулаторных манипуляций операции и это входит в чем я еще раз уточню в учебном плане да есть стоит освоение абортов. Но эти аборты – это же не лечение. Это не лечение. Ну, аборты же у нас легальные аборты. Более того, они входят в систему ОМС. То есть это практически единственная бесплатная возможность женщине прервать беременность. Потому что лекарства, контрацептивы надо покупать, там то-то, то-то, нужно так сказать. А это все бесплатно приходит, и человек прерывает беременность. Так вот... То есть абортом обучают целенаправленно в вузах? Целенаправленно. На старших курсах это обычно бывает. Шестой курс, кто-то в интернатории, в ординатории. Я вот в интернатории не училась. В клинической ординатории, потом в аспирантории. А если студент имеет какие-то убеждения, не хочет убивать детей в утробе матери, он что, не получит диплом? Ну, вы знаете, вот такой хороший вопрос. Но я училась достаточно давно. Тогда вот как-то даже не могу сказать. То есть не было... Тогда не было такой вот ситуации, что человек, например, ну, не хочет... Все делали. Кто-то больше, кто-то меньше. Просто воспринимали как должное. Как должное. И все. Иди и делай. Да, да. То есть тебя никто не спрашивает. Для того, чтобы ты, если хочешь диплом получить и стать медицинским работником, вот иди, убей ребенка. Да. Человек, который заканчивает институт, он уже, наверное, как-то сориентирован до какой-то степени, что вот надо, надо это уметь. Некоторые это любят делать. У нас же кто-то больше гинеколог, кто-то больше акушер. Есть у нас абортарии, то есть большие отделения в гинекологических обычно больницах, где работают, мы их называем абортмахерами. То есть люди каждый день с утра до обеда приходят и много-много делают абортов. Ну и как вот они, как люди в общении? Как люди, они, немножечко они разные на самом деле, но я хочу вот такую мысль сказать, что все люди, которые вот эти очень многое делают абортов, систематически, каждый день, у них у всех, к сожалению, какие-то проблемы семейные, очень не ладятся дела со своими детьми. Вот я тоже, хотя я повторяю про себя, скажу, что я очень эту мысль прочувствовала. Я исповедовала священнику, он не отпустил этот грех, но я сама себе не могу это отпустить. И периодически, просто когда не думаешь, как-то полегче. Когда начинаешь думать, это на самом деле очень, хотя дело прошлое, но очень-очень тяжело. Поэтому меня тоже не обошли стороной какие-то личные проблемы, семейные. И я считаю, что это заслужено из-за того, что я имела такую практику. Всё-таки у нас студентов обучают, заставляют, по сути своей, проходить этот кровавый обряд, чтобы у них руки уже были в крови, и они уже умели постоянно делать эти аборты. Они выходят... Скажите, а вот вы даже, когда делали аборты, или общались много, вот у вас первыми глазами ваш коллектив был, не появляется желание постоянно делать аборты? Вот привязанность, потребность. Да, да. Вот люди, которые работают в абортных отделениях в гинекологической больнице, они как-то, ну, немножко, на мой взгляд, со стороны православного врача, вот они какие-то немножко необычные люди, на мой взгляд. То есть, ну, вот они приходят на работу и работают киллерами. Ну, вот как это? Не знаю. Мне кажется, это очень тяжело. Техника и технология абортов, она зависит от многих причин, на самом деле, от срока беременности, от состояния здоровья беременной женщины и так далее. Аборты бывают медикаментозные. Раньше они делали всего до 21 дня задержки месячных, а сейчас усовершенствовали способы убийства детей, и они уже делают в больших сроках, там, 5-6 недель и 8 недель делают. Второй аборт – это мини-аборт. Вот эти два аборта в нашей статистике, в наших отчетах, вообще даже абортами не называются, они называются, графа такая есть в отчетах, регуляция менструального цикла. То есть, скрывается, на самом деле, истинное число абортов. Истинное количество, истинная ситуация по прерыванию беременности, она, конечно, уходит в такие… Это на каких сроках? До 21 дня задержки? Нет, мини-аборты даже побольше. Уже сердцебиение есть до 5-6 недель. А сколько всего таких абортов у нас? Вот разных видов абортов, в среднем по России, с небольшими колебаниями, в пределах 3 миллионов ежегодно. Из них 200 тысяч аборты у первобеременных. Это особая группа абортов с очень таким, бывает, бывает очень неблагоприятным исходом вот у первобеременных. То есть, это молодые женщины? Молодые женщины, да. Которые первенец, это то, что Бог дал первый раз, с самыми талантами, с самыми возможностями. Именно так и есть. И еще какое-то… Я полагаю, что это не истинная цифра, потому что достаточно немало делается, так я мягко скажу, немало делается аборт в частных клиниках. И эти сведения тоже как-то не очень четко прослеживаются. Я когда искал статистику по абортам, даже 5 лет назад, это было всего там 700-800 тысяч абортов по официальной статистике. Вы говорите, что 5 лет назад, когда вы еще работали, у вас была статистика о том, что это было 3 миллиона. Что за статистика такая? Почему в официальной статистике, которая в открытых источниках, ее нет? Это какие-то закрытые данные? Ну, да, у нас ежегодно, как все любые показатели здравоохранения, в основном это под грифом для служебного пользования. То есть вот как сейчас, в этом году, в прошлом году, я не буду говорить, потому что я не работаю в муниципальном здравоохранении. В прошлом году, в прошлые годы, это было именно так, для служебного пользования. То есть широкой аудитории это не проговаривалось. То есть врачи скрывают, на самом деле, истинное количество абортов? Ну, до какой-то степени, да. Такая тенденция имеет место быть, да. То есть если 5 лет назад, когда вы работали, это было 3 миллиона, официально это было порядка 600-700, ну, то есть на самом деле в 4 раза нам заниженные цифры подавали. Да, еще раз я же вам повторяю о том, что не учитывается, практически не учитываются данные частных клиник. Вот из этих 3 миллионов, первобеременных, которых под нож пускали, их какой процент? Ну, вот 200 тысяч, какая у меня тут проблема со счетом, от 3 миллионов 200 тысяч, это сколько получается? Ну, понятно. Это данные абсолютно не из головы взятые. Это все равно очень много. Это очень много, да. Да, это очень много. И я же говорю, что графа регуляции менструального цикла, то есть эти аборты, мини-аборты, медикаментозные, медикаментозные, это изобретение последних лет, 10-15 лет назад медикаментозных абортов не было. Но эти аборты, они вообще не идут в графу аборты, они идут совершенно в другую графу. Вот их сколько? Ну, много, конечно. Их невозможно посчитать. По вашим ощущениям? Их посчитать. Их посчитать невозможно поштучно, потому что... Это до скольки недель? Ну, это малые сроки, конечно, там до 4-5 недель. И как они называются вместо аборта? Регуляция менструального цикла. А на самом деле это аборт? А на самом деле это аборт. Это прерывание беременности в ранних сроках. Прерывание беременности на ранних сроках. Каким способом? Способом медикаментозный с помощью таблеток. Предлагаю женщинам выпить таблетки за 2 дня, один раз, через день. Ежедневно 2 дня, либо через день. Технологии немножко разные. Это зависит от индивидуального подхода. И вот это мини-аборты, когда с помощью вакуума удаляются вот эти детки. А который, как мы говорим, артифициальный аборт. Вот у меня двое деток. Этому ребеночку 10 недель, летом 11 недель. Самые удобные для производства обычного аборта. Вот такие детки. То есть там специальные инструменты, такой ложкообразный нож специальный есть, который вводится в полость матки. И по частям извлекаются вот эти плоды. То есть рассчленяются. Да. Я никогда не забуду ощущение, сначала нужно вести аборт ТЦАНГ и раздавить головку ребеночка. Вот этот хруст я не забуду никогда. Вот сколько я буду жить, я не забуду. А потом на аборт ТЦАНГ по частям ручки, ножки достаешь, позвоночник. Иногда кишочки намотаются на аборт ТЦАНГ. Их вытаскиваешь как толстые канатики какие-то, толстые ниточки. Вот такие. Это не для слабонервных. И как после этого? После вот этого всего зрелища люди остаются нормальными на вас? На мой взгляд, не совсем. На мой взгляд, не совсем. А детки, которые в больших сроках, раньше, как я сказала, раньше аборты до 2012 года, большие, ну в кавычках большие аборты, выполнялись по так называемым медицинским и социальным показаниям до 28 недель беременности. С 2012 года до 22 недель. Но в это время уже ребеночек шевелится, то есть там уже сердцебиение хорошо слышно и так далее, и так далее. Вот вы говорите, и вот вы сейчас назвали очень интересную вещь. По социальным и медицинским показаниям. Вот по медицинским показаниям нам всем говорят всегда из официальной прессы, что есть медицинские показания для аборта. И даже во всех статистиках, которые я находил в открытых источниках, там половина абортов обозначается как по медицинским показаниям. Ну то есть есть некоторые проблемы медицинские, которые рекомендуют женщинам сделать аборт. Но вы сейчас назвали какую-то очень интересную информацию. Что такое социальные показатели? Как они вообще могут быть в медицине? Социальные показатели? Расскажите о них поподробнее, пожалуйста. Обязательно. Значит, социальные показания до 2012 года были очень и очень широкие. Значит, там учитывалось, как я всегда говорила, вот кто заходит в мой кабинет, кто открывает дверь, могли претендовать на такие показания. А именно, отсутствие мужа, отсутствие работы, отсутствие квартиры, жилья, например. Нет официального жилья. Отсутствие, значит, социально неадаптированной женщины. То есть, допустим, мать-одиночка, без своего жилья, без работы. Или официальная работа, которая не училась. Ну да, многие же неоформленные работы. Да, именно так. И что дальше? И совершенно легально, это не подпольный абсолютно аборт, абсолютно легально, эта женщина могла претендовать на производство большого аборта в сроке беременности до 20, даже в 8 недель, вот повторяю уже, до 2012 года. Ну, путем, в основном это делалось путем амниоцентеза, когда снизу прокалывается плодный пузырь, вводится лекарство специальное, либо малое, так называемое, малое кислоросечение. Я сказала, что метод прерывания беременности зависит от многих факторов, в том числе от состояния здоровья женщины. Вот, наличие там рубца на матке, например, есть он, либо нет, и так далее. И вот на этих деток, которых изгоняли с помощью специальных лекарств, сейчас, конечно, это тоже технология продвинулась, сейчас другие используют лекарства. Вот до этого вводили такой гипертонический раствор специальный, и детки рождались, они такие были, как карамельные, то есть кожица у них была обожжена. И следует отметить, что нерожденные детки, они еще сильнее ощущают боль, чем взрослые люди, потому что у взрослых людей нервы, нервные волокна окружены такой защитой, защитой, можно сказать. А у деток, вот этих внутриутробных, которые на детке находятся, у них нервы такие гулые, поэтому они очень-очень сильно... То есть когда их убивают, они еще испытывают мощные страдания. Я правильно понимаю, медики сами решили за мать, за общество и вообще за государство, что этот человек не имеет права иметь ребенка, потому что нет мужа, нет квартиры, низкий доход, как им показалось, она пьющая, или еще что-то там показалось. То есть медики вправе самостоятельно решить, имеет ли право человек рождать ребенка. Да, это так. И это в инструкциях, в официальных? Да, группы риска вот эти вот, группы риска по социальным показаниям. Сейчас, с 2012 года, это количество социальных показаний уменьшилось. Но среди них, например, беременность в результате изнасилования, далее смерть мужа во время беременности, тоже такое, на мой взгляд, достаточно надуманное показание. Но медики, они же должны смотреть исключительно на медицину, при чем тут вообще социальный статус человека, и как он вообще к медицине какое отношение имеет? Да, и тем не менее, вот в нашей системе, о чем я и сказала вначале, что очень бы хотелось, просто необходимость, не то, что хотелось, не мне или кому-то, необходимо пересмотреть многое в нашем образовании, здравоохранении и так далее. Что касается медицинских показаний, сейчас я тоже говорю, сейчас эти социальные медицинские показания в сроке беременности от 12 до 12, никто вообще не задается вопросом. Женщина хочет… Просто режет и все. Да, женщина хочет свое тело, свое дело. Это вообще вопрос не обсуждается. Речь идет о больших абортах, которые с 12 недель до 22 недель. Медицинские так называемые показания. Вот опять-таки, в прошлые годы у нас был такой приказ номер 302. Это достаточно толстая в пол листа А4, но толстая достаточно. Книжица там по системам. Заболевания сердца, заболевания там легких, по системам, заболевания желудочно-кишечного тракта и таких показаний медицинских. То есть женщина, у нее там бронхиальная астма, например. Вот это она может не давать… А показания именно самой женщины, не ребенка? Со стороны женщины. И со стороны женщины. То есть если еще женщина приходит со своей какой-то болячкой, но чувствует себя прекрасно. Да, да. И ей говорят, что у вас высокое давление, у вас артериальная гипертензия, третьей стадии, например. Но сегодня же здоровых вообще никого нет. Да, здоровых нет, есть недообследованные. То есть можно любого зарезать таким образом? Ну, практически да. И ей предлагают, причем очень настойчиво предлагают, прервать беременность по медицинским показаниям со стороны женщины. То есть показания медицинские со стороны плода, это вот пороги развития, допустим, плода. И со стороны женщины это заболевания, экстрагенитальные патологии, то есть заболевания других органов и систем, ну, кроме половой. То есть все органы, дыхание, кровообращение и так далее. Или желудочно-кишечный тракт, костно-мышечная система и так далее. То есть у нас получается так, что показаний для родов нет. Есть все показания только для того, чтобы вырезать ребенка из матери. Причем достаточно просто зайти в консультацию и чихнуть, я так понимаю. Ну, да. Вот сейчас было, ковид у нас был два года везде, и у нас тоже. Мне это абсолютно точно известно, что многие мои коллеги… Число абортов увеличилось? Число, да. В нашей системе, если ты пропустишь порог развития, там, допустим, заболевания сердца, которые сейчас достаточно хорошо лечатся. Ну, медицина же все равно развивается, это тоже, естественно, это хорошо, а не плохо. Ну, вот раньше были неоперабельные формы заболевания сердца. Вот если ты пропускаешь, вот я как руководитель, допустим, службы в отдельном учреждении, если ты пропускаешь порог развития у ребеночка, то, ну, очень большие санкции накладывались на непосредственно врача, который вел, конечно, на руководителя службы, вот заведующий консультацией, там, начметы, или вот, ну, по-разному. То есть были какие-то репрессии за то, что вы дали женщине родить? Да, да, да. Очень, да, это да. Вот в моей практике. Ну, ведь потом, сколько потом детей погибало у вас из тех, которым давали родить? Много? Большой процент? Ну, по-разному. И опять-таки, вот, возвращаясь к медицинским показаниям, к этому 302-му преснопамятному приказу, в котором очень толстая книжка была, я всегда говорила, даже вот человек, который имеет медицинские противопоказания по приказу 302, то есть у него какое-то заболевание, вот, ну, такой непростой, будем говорить, форме сложной, но если он все выполняет, беременная женщина, все выполняет, грамотный врач, такой толковый, рассудительный, то исходы этой беременности всегда лучше, всегда лучше. Вот за 20 лет моей работы у меня не было ни одной женщины, которая бы относилась к 302-му приказу и была беременная, и была бы материнская смертность. Это абсолютно точно. Статистика материнская смертность – это серьезный такой показатель, он, конечно, ну, плохой показатель, что-то уж греха таить. Вот. Но у меня не было за 20 лет работы ни одной женщины, которая имела бы именно медицинские серьезные противопоказания для вынашивания беременности, со стороны самой женщины, я имею в виду, самой женщины, и которая бы закончила с материнской смертностью. Таких случаев не было. Мы сказали о том, что у нас до этого было там 3 миллиона абортов в год, из них первобеременных 200 тысяч. Ну, сейчас цифры поменьше, на самом деле. Скажите, а вот эти аборты первобеременных, насколько они подрубают здоровье этой женщины? Очень, очень сильно подрубают, на самом деле. Я еще раз повторю, что как-то я очень люблю заниматься, среди прочего, вот невынашиванием, бесплодием, и, может быть, мне Бог как-то дал такую возможность закупить свой грех, то есть вот лечение, я не занимаюсь ЭКО, абсолютно, это уровень другой совершенно, вот. И очень многие женщины, которые делают первый аборт, вот недавно была женщина, пока беременности у нее нет. Вот у нее была первая беременность, она сделала аборт, потом была, значит, внематочная беременность, вот сейчас у нее одна труба, она проходима, но беременности пока нет. И вот буквально недавно она сидела у меня на приеме, очень сильно плакала и говорила, вот, Лена Сергеевна, вот мне бы сказали, давай мы тебе отрубим правую руку, и после этого у тебя будет беременность. Я бы, говорит, не задумываясь, отрубила правую руку. Мое наблюдение таково, что многие женщины, которые сделали первый аборт, они потом, у них проблемы. Такие очень стойкие, стойкое бесплодие, либо, как мы говорим, первичное, вторичное бесплодие, то есть в результате лечения некоторые получают беременность, некоторые не получают. Но видите, психология женщины, вот если у нее появилась доминанта, надо избавиться от беременности, она, скорее всего, избавится от нее. Если на пути у нее не встанет родственники, допустим, тот же муж, который иногда посылает на аборт, иногда отговаривает, врач-профессионал, который думающий, мудрый врач, конечно, эта женщина прервет беременность, а потом вот как-то так. В моей практике были такие случаи, когда женщина не послушала мужу, или муж не знает, она сделает аборт. Вот я же руководитель многие годы, и, как говорится, передо мной всякие случаи проходили. Вот муж сидит и говорит, это правда, что она вот, то есть это правда, конечно, что по своему желанию она прервала беременность. Вот так, говорит муж, такой молодец муж, это не один случай такой был. Раз ты убила моего ребенка, то как бы мы с тобой жить вместе не будем. Вот такие наблюдения. И они тоже не единичны. Вы считаете, что женщина имеет право сама принимать решение по поводу аборта, не посоветовавшись с мужем? Нет, я так не считаю, но это же, наверное, вряд ли. Нужно разъяснять, то есть мы же не можем представить каждого там специалиста к супружеской паре. Нет, у нас сейчас просто практика такая, что врачи же никогда не спрашивают, а что думает ваш муж? Вообще нет такого в практике? Такого в практике нет. Такого в практике нет. Ну вот нет у нас, в нашей системе нет такого опросника, нет такого информированного согласия, допустим, со стороны мужа, что было бы очень желательно. Ну многие женщины не имеют мужа, допустим, официального, гражданский брак. Это же тоже... Ну в любом случае есть отец ребенка. Не важно, муж он, не муж. Он же отец. Да, я понимаю. Отец, получается, не имеет никакого права на этого ребенка, да? То есть его могут без ведома отца убить. Вполне себе. Вы говорили, есть еще часть абортов, которые даже в статистику абортов не попадают, да? Да, об этих говорим. Регуляция менструального цикла. Вот их из общего объема, как вы можете представить, сколько примерно? Ну вот как раз их-то и очень трудно посчитать, потому что в основном малые сроки, это же не в стационарах проводится, это проводится в женских консультациях, в амбулатурных каких-то учреждениях. Малые аборты. Малые, да. В частных клиниках очень много проводится таких абортов. То есть реально, значит, число абортов может быть и 5, и 6 миллионов. Ну на многом, ну очень, да, большое число, гораздо больше официальной статистики. Это абсолютно точно. У вас был план на аборты по системе ОМС? Нет, плана у нас не было, но вот такого официального плана не было. Но я вам сказала, что было столько показаний для прерывания беременности, что в конце концов ну выливались какие-то цифры. То есть план на аборты нам не спускали, официальный. Но это с одной стороны, на одну чашу визов, но на другую чашу мы не имели права пропустить пороки развития плода. Мы не имели права, то есть мы не должны были соглашаться с беременностью женщины, которая по медицинским показаниям входит в этот 300, преснопамятный 302-й приказ. И получается, что плана не было, но было столько указаний, столько необходимых. То есть указаний на аборт больше, чем указаний на то, чтобы сохранить беременность. Да, именно так. То есть вот надо было выявлять вот этих всех женщин, у которых я говорю, что нет квартиры, нет мужа, там нет работы, там нет счастья в личной жизни. Потому что я немножко утрирую, но вот как бы вот так. А как выявлять? Ну, смотреть, если у нее нет работы официальной, она рюмочку иногда употребляет. Ну а как вы это определите? Она к вам пришла на прием, вы откуда знаете, что она употребляет, не употребляет? Подворные обходы. У нас мы пережили еще и такую ситуацию, что нужно обходить дома было. И вот показатели подворных обходов, сколько выявили при подворных обходах, пьяниц, значит, там социально неадаптированных, бедных, ну и так далее. Вот такое мы. То есть, врачи даже определяли бедность? Ну да. То есть, вы должны были определить, то есть, насколько человек бедный и имеет право достоин приорожать ребенка? Достоин быть родителями, да, или недостоин. Ну так это же получается, что у нас официальная медицина взяла на себя функцию сокращения народонаселения, по сути. Я с вами совершенно согласна, да. То есть... Ну, многолетний опыт работы в какой-то степени об этом говорит. То есть, мало того, что столько показаний на аборт, что на неаборт, на народы показаний практически нет. И еще, плюс ко всему, врачей выгоняли ходить по домам, по квартирам, выискивать женщин и ставить их на учет, что им нельзя рожать. Да, совершенно верно. Это было просто такое засилье во всех. У нас же были раньше, они сейчас ушли как-то, слава богу, я уже об этом говорила, кабинеты планирования семьи, в которых вот вся вот эта статистика, был отдельный отчет по работе кабинета планирования системы. Стойкая контрацепция, не любая вообще контрацепция, а именно стойкая стерилизация, там, внутриматочные спирали и так далее, мужская стерилизация. То есть, это вы делали для тех женщин, которые попали вот в эти списки? Стерилизация? Ну, предлагалось. Таким женщинам предлагалось. И то есть, если они соглашались, то делалось? Ну, может быть, не так часто, честно говоря, прошлые годы, это сейчас очень, особенно, когда вот делают кесарево сечение либо какие-то другие, значит, манипуляции. Но там, правда, есть условия, то есть, женщина подписывает, подписывает женщина пожелание на стерилизацию. Там необходимо иметь было двоих детей либо возраст старше 35 лет. У меня были случаи, которые вот женщина подписывает, прошу произвести мне стерилизацию. Во время попутной стерилизации, во время операции. И потом у меня несколько женщин делали ЭКО. Вот чего только в моей практике не было. Из тех, которые стерилизали? Из тех, которые сделали стерилизацию по желанию. Вот это мои личные были наблюдения, я много оперировала, полостной операции, ну, большая хирургия, там, по волну нематочную, например, отрезаешь одну трубу, а вторую она пишет заявление. Там у неё всё подходит. Двое детей, там, 35 лет. И таких женщин несколько было, которые потом делали ЭКО. А куда деваются все эти убитые младенцы? Ну, они утилизируются, на самом деле. Но из литературы есть такая фитальная терапия, когда это про Омска я ничего сказать не могу. Мне неизвестно. Думаю, что у нас в нашем городе этого нет. Мы в Сибири живём. Медицина, может быть, не нашла такого. Такого прогресса не дошла. Но в центральных городах это в доступной абсолютно литературе. Это я не из головы взяла. Вот, значит, деток, которые в срок беременности от 16 до 18 недель вот этих плодов расчленяют сразу и берут органы на разные системы, на производство лекарств. И вот для одной инъекции, почему эти инъекции очень дорогие? От 8 до 10 до 12 вот таких плодов в зависимости от массы вот на одну инъекцию. Один, это омолаживающие? Омолаживающие, да. Показания... То есть фитальная медицина, омолаживающий укол стоит 10 детских жизней. Да. Это официальные данные в доступной литературе об этом написали. И даже вообще не знаю, слов даже нет. А раньше куда девались эти дети? Ну, я... Я слышал, что даже их куда-то там в морге отправляли. Ну-ка, нет, их на вскрытие, конечно, отправляют. А потом подшивали куда-то в бомжей. Ну, это мне неизвестно. А, ну да, этих детей, куда их... Они же для сохранения. Ну, это тоже, я не была свидетелем вот этой. Ну, конечно, поскольку мы в системе этой работаем, конечно. Куда этого ребёночка, который вот он... Он даже не ребёнком не называется, он называется абортусом. Такой медицинский термин абсолютно легальный. Абортус. Вот кто такой абортус? Это человек... Убитый ребёнок. Убитый ребёнок до определённого срока. Там до 28 в прошлые годы, сейчас до 22 лет. И вообще вот этот плод, вот которым я уже показывала, вот 11 недель, 10 недель, он называется у нас в нашей специальной литературе «Продукт зачатия». Вот продукт такой. Регуляция менструального цикла, продукт зачатия. На мой взгляд, это как-то деформирует психику вот и женщины, и врачей. И поэтому вообще, конечно, это очень тяжело обо всём этом говорить. И когда вот пропустишь через своё сердце, через свою голову, тяжело об этом вспоминать. Я считаю, что для думающего и совестливого врача всегда для православного в идеале врача всегда можно найти какой-то вот выход достойный, который бы, ну, как-то вот... И в этом случае, на мой взгляд, мы всегда должны об этом помнить, вот это делание совершать, про врачей, акушеров, гинекологов я говорю. И на мой взгляд, это позволит нам пребывать в надежде, что, может быть, нам какие-то грехи когда-нибудь простятся. Мы проводили исследование такое своё в телеграм-каналах, делали опрос, чтобы женщины сами отвечали нам на этот вопрос. Если вам предлагали сделать аборт, по какой причине? Значит, выяснилось, что 20% всех абортов это предлагали женщинам по причине замершей беременности. Опять же, пошёл я искать литературу и в интернете нашёл научный труд британский, где было написано, что замершая беременность встречается всего лишь в 2% от всех беременностей, в 2% случаев от всех беременностей. А у нас, как говорят, как рассказывают сами женщины, 20% женщин предлагают сделать аборт якобы по результатам замершей беременности. Что вы на это скажете? Мне известна такая ситуация, к сожалению. То есть, диагноз этот ставится на... плод-то ещё маленький в ряде случаев, поэтому на основании УЗИ, конечно. И бывает так, что делают однократные УЗИ, там то ли есть сердцебиение, то ли нет сердцебиения. Да ещё, допустим, кровенистые выделения появляются. Это как симптом, один из симптомов неразвивающейся беременности либо самопроизвольного выкидыша. И очень часто, это я опять возвращаюсь к этой мысли, что врачи, которые не как бы не обременяют себя какими-то вот раздумьями, то есть, они ничего не боятся, эти врачи. И они не то, что кто-то там, понимаете, на них нападёт из-за угла, а именно вот душевные вот какой-то организации. Они очень быстро предлагают беременность прерывать. Мне тоже известны случаи, но их же невозможно описать, вот там Иванова, Петрова, Сидорова, но мне такие случаи известны тоже, что, например, там не было неразвивающейся беременности. Женщина, откуда это известно? Женщина отказалась вот сразу, может быть, недостаточно вот диагностика происходила, и всё, слава богу, детки рождались. У нас как раз опрос показал, что люди говорят, вот в 20% случаев предлагали, и подавляющее большинство как раз отказались, и все родили нормальных детей, ни один не оказался. Такие случаи бывают, да. Очень много вопросов лежит на совести врача. То есть ко мне вот уже так, я в городе известный такой доктор, который не о том, что я как-то себя восхваляю, но я правда об этом очень беспокоюсь, и ко мне часто приходят женщины, которые говорят, вот в консультанте мне сказали, что прямо вот у вас артериальная гипертензия, у вас там возраст, там 38 лет артериальная гипертензия, вы принимали антибиотики, то есть очень уговаривают прервать беременность. Но жизнь, опыт показывает, и жизнь показывает, что нужно обязательно постараться приложить все усилия, и какое-то хорошее решение правильное обязательно найдётся. И я считаю, что надо аборты запрещать, но опять-таки не так, что вот запретить, допустим, вот у нас есть прекрасная организация Центра защиты материнства, и они располагают, сотрудники работают в женских консультациях, в родильных домах, как-то пытаются разговаривать с женщинами, и бывают случаи, когда женщины, значит, вот почему это мне дают указания, то есть возмущаются, ну, конечно, невоцерковлённые женщины, которые не дают себе труда думать, что происходит, и так далее, хотя все они разговаривают очень мягко, очень обходительно, у меня даже иногда такое чувство, что иногда женщине прямо нужно резко сказать, то есть индивидуально, не всем нужно, не со всеми нужно ругаться, только пошла домой и сиди рожать. да, например, иногда и так нужно сказать, то есть встряхнуть её, но они же права, у нас, знаете, права женщины, моё тело, моё дело, и вот они жалуются, пишут в министерство различные жалобы, очень сильно наказывают, значит, всех наказывают, кого только можно, кого нельзя, и так далее, поэтому вот наш центр, он не только отговаривает женщин, разъясняет женщинам, но там большая помощь в продуктах и в одежде для детей, то есть они не бросают женщин, которым спасённые вот эти жизни, детские жизни, этих женщин не бросают, как вот говорят, женщинам в трудной жизненной ситуации. А если молодой, талантливый доктор, акошер-гинеколог, придёт и займёт такую же позицию, как у вас, спасать все беременности и давать всем родить, система его быстро отторгнет? Обязательно. То есть вся система настроена так, чтобы таких докторов отторгать? Ну, скорее да, чем нет. Елена Сергеевна, я тогда резюмирую. Значит, у нас, начиная с вуза, воспитывают врачей, то есть учат врачей делать аборт и убивать детей. Да. Значит, если доктор отказывается, ну, если студент откажется, скорее всего, не получит диплом. Ну, он должен пройти цикл. Если доктор такой, всё-таки умудрится получить диплом и придёт в женскую консультацию с целью помогать женщинам рожать и избегать любыми способами аборта, то эта система его, скорее всего, отторгнет. В ряде случаев, да, в ряде случаев очень жёсткие санкции в отношении доктора, в отношении руководителя женской консультации, допустим, всё равно же... Понятно. То есть система его отторгнет и те, кто остаются там работать, они никогда не дадут нам честной статистики, потому что... Да, это так. Настоящая статистика только в специальных документах с грифом для служебного пользования. Да, это так. Спасибо большое. С нами была Елена Сергеевна Гаврилова, кандидат медицинских наук, врач-акушерогинеколог высшей категории, с 45 почти уже летним стажем работы по профессии. 42. Ну что, хотелось бы пожелать вам здоровья и успеха в вашей работе. Бог вам в помощь, чтобы как можно больше детей родилось, и вы всё-таки смогли реабилитировать себя в глазах Господа. Да, да. Я очень на это надеюсь, и про это очень тяжело говорить, на самом деле, но я правда стараюсь. Вот видит Бог. Спасибо вам большое. Значит, у меня и слёзы уже. Слёзы уже блестели. Слёзы уже устанавливают. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова